Бюджет Чувашии увеличивается более чем на 6 миллиардов рублей. Законопроект уже поступил на рассмотрение в парламент. Перед очередной сессией главный финансовый документ глава республики обсудил с депутатами Госсовета, представителями политических партий. Многие проекты, на которые планируется выделить средства из бюджета, обозначены в послании главы Чувашии Госсовету. Парламент планирует внести изменения в 8 законов. Комитет по бюджету уже проводит экспертные оценки финансового документа, чтобы 18 марта рассмотреть его на сессии. Министр финансов Михаил Ноздряков подчеркнул, по-прежнему безвозмездные поступления из федерального бюджета пойдут на выполнение социальных обязательств. Приоритеты были традиционно реализация национальных региональных проектов в части своих мероприятий, в части своих средств. Приоритет – это реализация поручения мероприятий, которые даны в рамках послания главы Чувашской Республики по линии образования. Это почти 2 миллиарда 100 миллионов. Здесь в рамках послания главы Республики была поставлена задача в течение 5 лет полностью провести программу модернизации всех, прежде всего, муниципальных учреждений образования. 106,4 миллиона – это дополнительные средства на строительство детских садов. В этом году по национальным проектам мы должны сдать 9 детских садов. Общий объем средств у нас – миллиард 126. Средства будут направлены на благоустройство дворов, дорожное хозяйство, социальную политику. Так, дополнительных расходов потребует возмещение трат за наем и содержание жилья, взносы на капремонт, платы за коммунальные услуги детям войны. Появятся первые льготы для отружеников тыла, по сути, детей войны. Они, по сути, как труженики тыла. И эти дети войны получат первые льготы. Но мы хотели бы, чтобы они получали, кроме льготы на коммунальные услуги, получали еще единовременные ежемесячные выплаты в денежной форме. Ну, хотя бы в тех же суммах, как и, значит, труженики тыла. Правительство Республики предлагает в этом году продолжить финансовую поддержку молочного животноводства и сохранить выплаты на содержание коров. В целом, в проекте бюджета на сельское хозяйство запланировано более 2,5 миллиардов рублей. Будут направлены средства на ремонт культурных сооружений в районах. Михаил Ноздряков особо отметил, что в проекте бюджета уже учтены денежные компенсации вместо горячих обедов детям с ограниченными возможностями. Продолжатся и так называемые ковидные выплаты. Мы получим увеличение нашего бюджета на 2021 год с плюсом свыше 6 миллиардов рублей. И, конечно же, основная часть это пойдет на развитие социальной сферы нашей республики. В частности, полтора миллиарда рублей на закрытие кредиторской задолженности лечебных учреждений, на модернизацию первичного звена здравоохранения. И здесь же у нас и оснащение медицинских учреждений, и строительство. Планирует правительство и средства на строительство футбольных полей и спортсооружений в муниципалитетах. На встрече подняли вопрос и о материальной поддержке спортсменов, которые входят в состав сборной России. В Минспорте, на самом деле, можно строить какие-то здания, учреждения, спортивные залы. Но понятно, что надо спортсменам добавлять на их содержание, на их экипировку, на их сборы и так далее. Чтобы к нам как-то вернулись те, кто уехали, спортсмены великие, в счастье, Акимова, Татьяна и другие. Глава Чуваши отметил, что в бюджете в целом найден баланс между доходами и расходами. Пока дефицит составляет 3 миллиарда рублей. Мы понимаем, как с этим работать. У нас есть четкое понимание, как мы справимся с этим дефицитом. Но и самое главное, этот дефицит растет, вы сами видите, с точки зрения инвестиционных затрат. И очевидно, что ввиду того, что мы направляем увеличивающийся дефицит на создание дальнейшей инфраструктуры, на создание условий для того, чтобы улучшать поступательные качества жизни населения, то здесь, я думаю, что будет эффект. Представители фракции единодушно поддержали уточнение в бюджет, но предложили проработать вопросы подготовки квалифицированных кадров, а также найти механизмы регулирования роста цен на стройматериалы и продукты питания. Татьяна Молок, Андрей Шоклев, Республика.